Особенно молодое поколение волновало тема отношений России и Украины. На ней и заострили внимание. Беспорядки на Майдане, война в Донецкой и Луганской республиках, а также животрепещущая тема – нужно ли было России возвращать Крым? Мы задедимся вопросом, а что было бы, если бы не присоединили Крым-Севастополь? Что было бы в бассейне Черного моря? Ведь Крым и Севастополь являются непотопляемым авианосцем. Это известное выражение. И тот, кто контролирует Крым, на самом деле контролирует акваторию Черного моря. Говорили на лекции о странах, с которыми Россия поддерживает дружеские отношения. Например, об Армении. У Армении на Кавказе очень трудные соседи для нее. С одной стороны Турция, которая держит блокаду Армении, с другой стороны Азербайджан, который вовлечен на горно-карабахский конфликт, как и Армения. По словам Константина Затулина, несмотря на то, что наша страна старается удерживать нейтральную сторону в нагорно-карабахском конфликте, так или иначе, именно армяне являются для нас последовательными союзниками. Будучи историком и директором научно-исследовательского института стран СНГ, Константин Затулин уверен, что одна из главных задач сегодня – это дать исторический базис, который позволит молодому поколению отделять пропаганду и подмену исторических фактов от глубинных смыслов тех или иных политических процессов. Наша политика в СНГ кому-то кажется реактивной, кому-то кажется импульсивной. На самом деле она является последовательной, исходящей из нашей внутренних задачи. Мы хотим, чтобы нам никто не мешал строить наше будущее. Самим студентам такой формат обучения кажется крайне информативным, ведь зачастую сухих фактов учебника для понимания всей картины происходящего просто недостаточно. Этот человек говорит это из призмы того, что он знает, из призмы того, что он не только начитанный и культурно развитый человек, а потому что его это тоже лично затрагивает. В новостях, конечно, говорят, что такие определенные события существуют, когда человек приходит, который действительно участвует в данных событиях, который ездит и в страны СНГ, и непосредственно принимает в этом участие, то, получается, мы можем узнать, как это происходит действительно по-настоящему. К слову, Константин Затулин пообещал, что эта встреча со студентами не последняя.